Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, ваш персональный финансовый советник, и как вы видите, я веду свой репортаж самоизоляции. Я запаслась, у меня есть гречка, у меня есть, да, вы угадали, у меня есть туалетная бумага, поэтому я спокойна за своё будущее и будущее своего кота, который у меня за дверью, и я не хочу его тревожить, потому что у него жёсткая самоизоляция, он вообще у меня мизантроп. Ну что ж, вы спрашивали меня сделать апдейт ситуации в мире, что сейчас стоит делать и стоит ли сейчас инвестировать в акции или чего-то подождать. Я решила записать это видео для того, чтобы поделиться своими мыслями, что нас может ждать, но поскольку надолго загадывать я, конечно же, не могу, я с вашего разрешения поделюсь мнениями, что нас ждёт в ближайший месяц, ну, может быть, полтора. И почему я считаю, что вот сейчас, вот прямо в моменте, не надо инвестировать все свободные деньги в рискованные инструменты под названием акции. Я думаю, что впереди может, но не обязательно, может быть хуже. Итак, чего мы ждём? И что нас ожидает в апреле месяце 2020 года? Смотрите сами. Ну, во-первых, мы не знаем, продлят ли страны локаут или локдаун, вы его по-разному называете. Иными словами, продлится ли карантин в Италии, в Испании, во Франции, в Германии, в Великобритании и так далее, и так далее. Штаты, вроде бы, собрались его снимать с 12 апреля. Что будет в других странах, неясно. Снимут ли штаты, неясно. Будут ли дальше распространения коронавируса или нет, неизвестно. И поэтому, если вы сейчас вложитесь, а потом в конце апреля станет известно, что страны дальше начинают продлевать карантин, то, естественно, рынки отреагируют как? Правильно. Они упадут. И в результате мы понимаем, что если вы сейчас вложитесь на всю сумму, есть все шансы, что в конце апреля будет хуже, чем сейчас. Поэтому, если вы хотите вложиться в ближайшее время, то второй точкой входа должен быть приблизительно конец апреля, если ситуация будет хуже. Точнее, мы будем знать, где-то после 15-20 апреля нужно просто мониторить новости на РБК и Блумберге касательно локаута, локдауна европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Это первое. Второе. В апреле месяце у нас заканчивается соглашение стран-членов ОПЕК плюс касательно сокращения добычи нефти, которое было подписано в 2017 году. Оно было подписано для того, чтобы поддержать рынок нефти, когда нефть в начале 2016 года убилась до 25 долларов за баррель. И это соглашение прекращает действие с апреля месяца. Для нас что это? Для нас это означает, что если Россия, Саудовская Аравия не договорятся о сокращении добычи и станут, напротив, добывать еще больше, чем раньше, в марте 2020, то тогда, естественно, цены на нефть пойдут правильно вниз. Я понимаю, что этот год, 2020, это год выборов в Соединенных Штатах. И, естественно, Трамп должен поддержать сланцевых производителей. И, естественно, можно ожидать, что Америка так или иначе вмешается в договоренности между Россией и Саудовской Аравией, но не факт. Поэтому все прояснится в апреле месяце. Если не договорятся и действительно начнется ценовая война, нефть пойдет вниз, ниже 25 долларов за баррель благополучно, мы получим опять коррекцию на рынках. Это будет известно опять же в апреле. Это еще одна причина, почему апрель для меня вот такой месяц, когда мне нужно посмотреть, что будет. И если вы сейчас вложились, то нельзя вложиться на всю сумму, нужно точно минимум вторую точку делать в конце апреля. Может быть, даже в начале мая, где-то в надежде на то, что ситуация прояснится. Пока я говорю предварительно, конец апреля. Что еще важного произойдет в апреле месяце? Ну, давайте мыслитогически. Третий основной момент это январь, февраль, март. Вы скажете, и что, я знаю, что это три месяца. Это первый квартал. И в конце апреля, в начале мая будет публикация квартальной отчетности по всем основным компаниям. И я боюсь, что она будет не лучшей. И в результате этого мы тоже можем в конце апреля, в начале мая получить коррекцию на рынках, когда компании будут публиковать отчетность гораздо хуже ожиданий. Поэтому, опять же, конец апреля, начало мая у каждой компании на сайте будет. В разделе Investor Relations написано, когда она публикует отчетность за первый квартал. Вот сразу после этого можно будет смотреть, условно, отчитались они хуже или лучше, или не так уж плохо, как казалось бы. И опять же, в конце апреля, начале мая может быть коррекция на фоне публикации отчетности. Поэтому нефть, отчетность и локаут и локдауны, как бы их ни называли, это те факторы риска, которые нас ждут в апреле месяце. Если все окажется хорошо, рынки будут расти. И это причина, почему некоторые из вас могут сейчас заходить в акции, просто потому что, если все получится хорошо, в апреле будет лучше, чем сейчас. Но есть шансы, что будет и хуже, или сильно хуже. Поэтому не надо инвестировать в рискованные инструменты. Сейчас дождитесь конца апреля, начало мая, чтобы понимать, какую точку входа номер 2 или номер 1, если вы еще не инвестировали, делать. Ну а далее, что называется, будем посмотреть. Следующее видео я сделаю касательно выступления господина Путина 25 марта 2020 года с пояснениями, что же он сказал и как это можно трактовать. И если вам это интересно, дайте мне знать в комментариях, чтобы мне знать, записать это видео или нет. Ну а пока, привет из самоизоляции и берегите себя.